Добрый вечер. В эфире программа разноцветная призма. При припоминании призрачный признак приоритета приставки при приобретает первостатейность и остальную стальную кристальную пристальность. Гран-при-при. При-при при применении не по назначению, не сподобившись на сообразность с обустроенными по образу и подобию, мы безобразны и бесподобны от крайности до противного. Стало быть, вы не должны утратить уверенности в традиционности добротной дешевизны нами используемого эффекта. Субтитры создавал DimaTorzok Нас вряд ли видели и едва ли увидите. Программа призма это мутный фильтр, темные очки, не заработанные игроками. Мы патетически серьезны, как те, что каждое мгновение рискуют лопнуть от хохота. Наша цель абсолютизируется под видимость отсутствия таковой. Нас занимает курьезное ерзание эха очередного изма. Наше наследие представлено в виде суммы излюбленных банальностей. Вакуумный герметизм культуры не окарикатуривается дерзновениями наших глубинных изысканий. Программа призма наигранно-простительная простота. Это современное искусство, и своевременная музыка. Выражаясь оккультуренно, не отсутствие темпора, темпора контемпораритета обуславливающая и составляющая. Равно как не все, не все, не лени, лети, не все лекции, не все лекции, собственно, суть. Перечисленная причисленность абсордирует доказательность казуса, и уз истюзникнет в задачичной озадаченности. Субтитры создавал DimaTorzok Российско-германским диалогом служит повод встреч на поделенной земле лавровых терней. У вас Мейнлибергермания с невесть кого за невесть Колымбрюге. Сговоримся же на том, что вы отнюдь не слышали, как шутят в наше времечко, каких бы то ни было антирежимностей в духе новоявленной тоталитарной, тоталитарной леотарности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Центр культуры имени Гёте давно занимается российско-германскими проектами. Эта выставка называется «Новая искренность». В чем, по-вашему, новизна этой искренности? Новизна этой искренности в том, что перед нами искусство, которое пережило катастрофу. Экспозиция включает особый опыт переживания катастрофы. Для русского сознания всегда было характерное переживание катастрофы. Но достаточно вспомнить «Медный всадник» Пушкина или последний день «Помпея» Брилова. А XX век это невероятно усилило обострел переживания катастрофы в русской культуре. «Медный всадник» И перед нами жизнь нашего андеграунда, жизнь фактически второго авангарда, который был рожден Сталинской империей, рожден Второй мировой войной. И вот этот опыт, вот этой страшной жизни, жизни в закрытом обществе, является первой темой нашей выставки. Вторая тема — это русско-германский диалог. В этой выставке участвует такой замечательный художник Михаил Моргнер, родившийся тоже в андеграунде, но в восточной Германии, переживший аналогичную ситуацию, что и наши художники 60-х, 70-х годов. Вот эта встреча показывает некие параллели между нашим искусством и германским искусством, параллели жизни искусства в закрытом обществе. Сегодня мы живем в открытом обществе, но проблемы сохраняются, они просто меняют свою форму, поскольку для честного художника жизнь всегда является драмой. Играет музыка. Играет музыка. Там не слышно часы, там не видно и тени, там бывают не все, там не пахнут растения, Кто приходит назад, значит это отборка. Кто пришел, победил, их немало, немного. Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Между живописью и живописью» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой корабль шел по курсу, унося меня на юг. На окраине планеты я тебя увидел, друг. Только твой пароход, набирая полный ход, Неуклонно шел на зиме, чтобы встать на якорь в порт. Не уходи, постой, просто побудь со мной, Я не прошу ни о чем, и обиды не при чем. А ты не уходи, постой, просто побудь со мной, Я не прошу ни о чем, и обиды не при чем. Разворачивала судна, поднимала паруса, Я спускал на воду шлюпки, сам не знаю, что сказать. Только твой пароход, набирая полный ход, Так застенчиво и гриво отправлялся в порт. Не уходи, постой, просто побудь со мной, Я не прошу ни о чем, и обиды не при чем. А ты не уходи, постой, просто побудь со мной, Я не прошу ни о чем, и обиды не при чем, А не при чем. За тобой пароход Он поплывет круглый год Он может ветром пойдет Он в белоснежный рот А ну ты не уходи Не уходи, постой Просто побудь со мной Я не прошу ни о чем И обиды ни при чем Да не уходи, постой Просто побудь со мной Я не прошу ни о чем И обиды ни при чем Да не уходи, постой Просто побудь со мной Я не прошу ни о чем И обиды ни при чем Уходи, постой Просто побудь со мной Да не уходи, постой И обиды ни при чем Да не уходи, постой Просто побудь снова Я не прошу, может И обиды ни при чем Вопрос ячейный, свойск и свойственен до умопомрачений. Будучи поставлен на контемпираментно-контемпораритетно ламентированный тир, сметает сорно-сирые миры. Вопрос ячейный, свойственен до умопомрачений. У нас сейчас не то время, чтобы оно усиливалось, антагонизм. Просто такие напитки серьезные, которые, кажется, серьезный человек знает, когда их употреблять. Поэтому серьезные люди, а их среди них пропагандируя, не пропагандируя, все равно они в курсе дела и понимают этот вопрос посерьезному. Это большой совсем вопрос, серьезный на самом деле. Этот вопрос, он мог бы относиться к выпускнику, например, консерватории или там. Просто с ним сотрудничаем. Я сегодня здесь по дружбе с ним просто и все. Мы находимся в дискотеке «Мастер» и беседуем с известным продюсером Иваном Московским. Я вкратце расскажу, что здесь происходит в дискотеке «Мастер» сегодня. Дело в том, что вышел мой альбом, который называется «Песни под водочку». Такое задорное, лихое название. Сегодня приехали поздравить меня с выходом этой пластинки и вот кассеты, любимые мною артисты. Представлены совершенно различные жанры. Здесь и рок-музыка, здесь и блюз, здесь и поп-музыка, здесь и какие-то, так сказать, песни в стилистике русский шансон. То есть мне хотелось на вот этой вот программе показать то, что происходит с Россией в конце 20 века. Все творилось на твоей земле, все на этой музыке ты только лови. А рубатах на микады день и ночь, день и ночь, отдыхни слабые мои, ты по удару теплой дождь. Шарит костюм, да страсть моя, По ночной тишине я живу тебя. Россия конца 20 века. Вот я запел, я продюсер, я директор Константина Никольского. Я запел. Это то же самое входит в этот абсурд, такой вот, который сегодня, я хотел сегодня здесь собрать всех этих людей и сделать такой театр абсурда, такой а-ля Ионеску. Такой ритм жизни, все сломалось, старые какие-то устои сломалось, что-то новое приходит, а можно вообще верить этому новому? Непонятно совершенно. Вот я сделал такой альбом, который собирает зрителей здесь, в зале тысяча человек. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а кому иначе? Девять граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, Мы с тобой родня давно. О, вот какая штука, Письмецо в конверте. Погоди, не рви. Не везет мне в смерти, Повезет в любви. Письмецо в конверте. Как вы, как профессионал, оцениваете пение Ивана Московского? Ну, у него шикарный голос, я так думаю. Вот у него прекрасный тембр и хорошая подача очень. Вокальная где-то. Да даже не вокальная, а такая песенная, потому что стиль-то, вокал дел большой, а песню делал поменьше. Вот, я думаю, что у него достаточно органично все получается. Ваше благородие, госпожа победа, Значит, а моя песенка до конца не спета. Перестаньте черти клясться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте черти клясться на крови, Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте черти клясться на крови, Не везет мне в смерти, Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...